друзья всех приветствую на торговой сессии понедельника мы в начале очередной торговой недели и классически традиционно продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события которые оказывают влияние на динамику финансовых активов сегодня состоится еще одна встреча это вебинар правильный понедельник в 17.00 по московскому времени с большим удовольствием вас всех туда приглашаю и не забывайте друзья подписываться на наш канал оставлять вопросы если вас что-то интересует в секции с комментариями и безусловно ставите лайки за которые всем вам огромное спасибо что давайте начнем по порядку с рынка нефти 4020 по бренду мы снижаемся причины я думаю всем ясны это и опасения за вспышку повторную новую как угодно можно сказать коронавируса причем действительно статистика не радует очень много очагов того что позволяет говорить о рекордном количестве ежедневного прироста страшные цифры друзья это очень сильно омрачает перспективу мирового экономического роста но в отношении рынка нефти я вам всегда говорил что чем хуже будут ожидания по экономическому росту чем слабее они будут выражены соответственно тем выше шансов ставить на более низкий спрос на углеводород плюс ко всему данные по запасам нефти мы за ними также следим каждую неделю по цифрам которые мы получили в среду можно сделать вывод о том что запасы растут третью неделю подряд и статистика со знаком плюс это традиционный фактор для локальных распродаж также объем нефтедобычи в штатах вырос на 500 тысяч баррелей это к вопросу о том не возвращается ли сланцевый бизнес сша в дело как говорится ну высокие цены на нефть которые мы видим сейчас безусловно располагают к этому и вот в пятницу я вышел отчет от бейкер хьюз по количеству нефтяных терминалов в штатах ранее мы уже привыкли к тенденции того что количество боровых резко сокращается в этот раз снижение составило всего лишь на одну единицу то есть с 189 до 188 мне кажется можно сделать вывод о том что какой-то уровень балансовый хим приемлемый допустимый для сланцевых производителей он на рынке уже устаканился и в дальнейшем мы будем наблюдать за тенденцией постепенного увеличения производства нефти со стороны американских производителей так вопроса о том что будет снижать эффективность сделки опек плюс конечно же доп добыча со стороны сша это факторы друзья номер один то есть это основной фундамент который будет на мой взгляд топить котировки черного золота и сегодня я все-таки принял для себя решение больше не находиться в стране основу примкнуть к торговле и сегодня я открыл короткую позицию в расчете на то что бренд окажется ниже 40 долларов за баррель индекс американской валюты 97 29 здесь тоже все замечательно заказы на товары длительного пользования которые мы разбирали на прошлой неделе многие считают что это важнейший релиза прошлых пяти дней выросли больше чем на 15 процентов и это конечно же как бальзам для тех трейдеров которые с опасением осмотрели на распродаже в том числе и начало прошлой неделе по индексу доллара но наконец-таки все-таки покупатели перехватили инициативу и в итоге смогли удержать индекс выше 97 по макроэкономическим отчетам еще прошлой неделе личные доходы снизились на 42 процента но эту статистику тут же нейтрализовал эффект от роста личных расходов которые скакнули на 8 процентов в целом можно характеризовать статистику прошлой неделе как более чем нормальную поэтому друзья нет каких-то причин сейчас паниковать и ждать с ужасом когда же фрс задействует новый пакет экономического стимулирования то же самое сделают власти это как тот фон который раньше бил по позициям индекса доллара потому что приводил к увеличению баланса центрального банка у меня кстати хорошая новость также касательно баланса фрс за два месяца до я признаю он вырос больше чем на 3 триллиона долларов но сейчас позитивная динамика обратного изъятия ликвидности скажем так и за неделю фрс изъял с рынка больше чем 75 миллиардов долларов если эта тенденция сохранится я думаю что мы будем использовать факт сокращения баланса как еще один мощный аргумент в поддержку индекса доллара поэтому я в целом от американской валюты не отказываюсь я держу собственно ланги по индексу доллара и стараюсь использовать укрепление позиции бакса как причину для снижения рисковых инструментов но и в отношении доллара много раз уже говорил если не нравится статистика не забывайте про защитные свойства доллара на фоне роста геополитических рисков и здесь их очень много и отношения портящиеся буквально с каждым днем между на сша и китаем четверг сенат сша принял законопроект который дает возможность вводить санкции в отношении китайских чиновников причастных к закону о нацбезопасности в гонконге также не стоит забывать о том что сша вот-вот развяжут торговую войну с ес собственно планы установить пошлины на товары стоимостью в 3 1 миллиарда долларов и еще мы следим за тем как же развиваются отношения между индией китаем касательно спорной территории кашмира очень хочется конечно же чтобы дело не дошло до открытого военного столкновения но как я отмечал этот риск довольно друзья а серьезный в общем фактор для роста доллара достаточно впереди у нас выступление павлов конгрессе на этой неделе протоколы ну и конечно же а традиционная для первой недели месяца статистика по рынку труда но он фарм первоса держу длинные позиции пока фон располагающий к этому и уверен то что на этой неделе у нас точно будут шансы прорваться выше 98 евро против доллара 1 12 40 кристин лагард на прошлой неделе в пятницу во время выступления лишь еще раз отметила что удар пандемии для европейской экономики будет значительным восстановление будет долгим вновь провела параллели с кризисом 2008 года отметив что сейчас кризиса по последствиям он превосходит с кризис 2008 года но мы в принципе это и ждали главное теперь следить за тем как европейский центральный банк будет бороться с замедлением экономического роста и ецб признал что сейчас есть риска серьезный риск дефляции друзья это вопрос о том будет ли расширение программы количество смягчений это негативный фактор для евро не забывайте именно по этой причине я рекомендую европейскую валюту рассматривать только с точки зрения продаж фунта против доллара 1 23 65 в пятницу дэвид фрост который является главным переговорщиком от великобритании отметил что страны находятся по brexit в вопросе в тупике и скорее всего более-менее какие-то конструктивные изменения если их и стоит ожидать то не раньше октября ноября до этих пор страны будут бодаться и давать нам почву для опасений в связи с сценарием жесткого brexit на этой неделе активность производственного сектора сфера услуг и данные по темпам экономического роста англии статистика которая может повысить шансы на доп стимулирование и позволить нам прокатиться по фунту еще ниже доллар канадец 136 65 держим длинные позиции завтра ввп отчет который а в купе со снижением цен на нефть может позволить нам еще ближе ставь цели 1 38 на этом все большое всем спасибо за внимание хорошей торговой недели всем пока